Пренестровские танцоры зажгли в Македонии. В начале июня там проходил чемпионат Европы по современным танцам. Было более 20 стран и наши завоевали медали. Да, и сегодня эту тему будем обсуждать с нашими гостями. У нас в студии руководители-основатели коллектива BMSTEL Вячеслав Аврамоглая и участница коллектива Александра Котола. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Итак, ну что, зажгли так зажгли. Вы приходили сюда, добирались в нашу студию танцами. В танцах? Лунной походкой. Лунной походкой, да. Это любимое движение, да? Ну, получается, да. Я понимаю, только это вы со вчера вышли и вот сегодня только дошли. Ну почему? Это сложный этап. Позавчера начали движение и вот сегодня только дошли из Бендер. Ну, расскажите подробнее об этом чемпионате, чемпионат Европы. Сколько человек от Приднестровья отправилось? Какие места? Все подробности нужны. От Приднестровья поехало около 15 человек. Было три команды от Приднестровья. И выступали в разных танцевальных направлениях и категориях. От соло до дуэтов. Как отбирались эти 15 человек на эти соревнования? Под твоим личным критериям душ? Молодец, хорошо. Если бы было так, то было бы здорово. Поехали бы все с моего коллектива. Нет, обычно проходит отбор на чемпионате страны, где отбирают лучших танцоров. И после этого они могут поехать на чемпионат Европы и, естественно, на чемпионат мира. И так получилось, что на чемпионате страны были отобраны довольно-таки немало количества участников нашей команды. И у нас так получилось, что поехало достаточно немало количества. Хорошо. И какие результаты? Медали, кубки, места? Да, были медали, были кубки, были просто места. У нас Александра в категории «Китс» заняла шестое место из 190 участников. Это очень крутой результат, потому что в категории «Китс» у нас еще не было таких вот результатов, чтобы прямо дойти до финала. Это очень классно. Но мы знаем, что у Саши еще есть места, да, Саш? Не только места, и медали. Подробнее. Это твой первый чемпионат, да, такой международного уровня, классного, да. Расскажи подробнее, как ты попала, какие у тебя эмоции были, да, когда ты участвовала, когда ты выступала, когда ты танцевала. Я вообще собиралась довольно давно поехать на этот чемпионат, и у меня появилась такая возможность. Когда я первый раз вышла на сцену вот эту, у меня было такое ощущение, что вот как будто надо зажечь эту сцену. Ты такая решила, я зажигаю, и поехали. 190 участников у них не получилось. Да, у меня получилось. Расскажи, какие еще были направления и категории у тебя? Были, то есть, хип-хоп и паппинг. Я участвовала еще в хип-хоп-дуэт и хип-хоп, ну, соло. Паппинг-дуэт и паппинг-соло. В паппинг-дуэте мы с моей напарницей заняли третье место. А там сколько было участников? Шесть. А, шесть участников. Шесть в пар. А, шесть в пар. А, было бы шесть участников. Вообще было. В паппинг-соло я не прошла в полуфинал. Обидно было? Обидно было, потому что, я перебью обидно, потому что оно заняло 11 место, а 10 было в следующем туре. То есть, как бы, очень часто такое бывает, когда не хватает какого-то одного балла для того, чтобы пройти в следующий этап. Да-да-да, вот эти вот сотые, да, когда вот я попала бы в полуфинал. Ну, ничего страшного. Мне кажется, это же первый чемпионат твой как раз, следующий будет там первые места, вторые, возможно, может быть, даже лучше. Ну, ты сама расстроилась, либо же понимала, что это достойный результат, и дальше стремиться будешь к большему, либо же, ааа, уже я собралась поднимать кубок. Я понимала то, что это очень хорошо для моего первого чемпионата. И я буду стараться, чтобы на следующем чемпионате я заняла места довольно лучше, чем на этом. Круто, круто, правильно. Ну, с таким настроем нужно и... А как готовились к чемпионату? Как проходили тренировки? Вот тренер строгий, как вас там ругал, говорил так? Не строгий тренер. Нет? Нет. Он сейчас в самом шоке. Вряд ли так сказала. Все, до следующей тренировки. С этой тренировкой у нас завтра. Да, или сегодня сразу. Или сегодня сразу, да. Да. Ну, как проходят тренировки? Какая атмосфера у вас обычно? Володя помогал. Так, Володя появился. Очень хороший друг наш. Так. Вот. Тренировки проходили с 10 утра до, наверное, вечера 6. Вот. Весь день практически, да? Да, весь день. Если, ну, вот, попадала тренировка на понедельник, среду, пятницу, то вот мы прям за самым вечером. Если вот вторник, четверг, то мы там не особо долго были. Так, а школа, как ты совмещаешь школу и тренировки? Ну, школа уже все. Или это сейчас, или во время школы? Нет, это было летом. Ага. Уже все время каникулы, понял. Хорошо, но 20 стран примерно, да, участвовало? Откуда они? Какие страны? Перечислите, пожалуйста, все два страны, которые были. Ну, не все, но, да, может быть, с кем-то пообщались, познакомились. Это же всегда такая обстановочка. Монтенегра была, Македония, Словения, Словакия, Польша, Германия, Австрия, Англия. А вот и перечислили, да, собственно? Что-то еще какие-то украины было. Какие, может быть, танцоры удивили больше всего? Действительно, там, вау-эффект. Ты уже ездишь очень часто, очень долго на все соревнования. Есть такое, что каждое какое-то соревнование чем-то удивляет? Либо уже, да, я уже все видел. Нет, есть в любом случае такие уникальные личности, которые ты, допустим, ни разу еще не видел. И видишь новых участников, и видишь, допустим, новый парень, либо новая девчонка, новые участники из каких-то других стран, которых ты раньше не видел. И смотришь, они сразу выделяются каким-то своим уникальным новым уровнем. Новый глоток воздуха. Да, да, новый глоток воздуха. Ну, вы не первый год туда отправляетесь, на чемпионат Европы. Но вот в этом году какая-то фишка была новенькая? Или, в принципе, то же самое, что и в прошлом году? Ну, у нас, с учетом того, что идет пандемия, ну, прошла, вернее, пандемия, идет такая небольшая смена поколения. И как раз вот эти вот глотки воздуха, я думаю, что они необходимы. Новые участники, да? Да, новые участники, новые какие-то вот лидеры появляются. Расскажи подробнее про сам чемпионат Европы. То есть какие теперь он двери открывает тем, кто вот участвовал, кто занимал места? Что дальше для них? Дальше для них это уже чемпионат мира, который придет в Польшу в конце октября. Я думаю, если у нас все будет хорошо, то мы будем готовиться и попробуем попасть туда. А что нужно еще для этого сделать? Тоже будет отбор страны? Нет, отбора уже не будет. То есть ребята, которые уже отобрались, они могут поехать на чемпионат мира в Польшу. Это уже необходимы возможности и, естественно, подготовка, готовиться. Немного об атмосфере, которая царит там на соревнованиях. Конечно, вот особенно тем, кто впервые выступает, впервые танцует на таких вот масштабных соревнованиях, нужна поддержка. Вот как тренер вас поддержит? Может быть, есть какие-то свои там ритуалы, которые вот вы используете всегда во время чемпионатов и так далее? Тренер нас очень хорошо поддерживает. Говорит то, что надо добавить, если нам что-то не хватает в танце. Если все хорошо, он говорит, все хорошо, продолжай в том же дуле. Но вот перед выступлением, перед что, какие напутственные слова он говорит или, может быть, что-то делает? Либо, наоборот, не отвлекает, все, сама все знаешь. Лишишь сама, да. Покоряет. Разберешься. Зажигай. Да. Говорит то, что, ну вот, то, что надо танцевать. Либо вот танцу в своем вайбе, и вот как чувствуешь музыку. Насколько важна поддержка вот танцоров от тренера, от руководителя? Ведь это действительно? Поддержка очень сильно важна, потому что, когда дети еще более такие вот неопытные, зеленые, им нужно максимально попытаться дать всю свою энергию, все свои чувства, все свои переживания убрать, а дать больше уверенности. И так как у нас не одна Александра, а достаточно много было участников, и нужно было эту энергию, эту уверенность вселить в каждого участника, что для меня как тренера очень сложно, но все как бы у нас получается потихонечку. Были слезы? Конечно, были. И слезы, скажем так, по радости, и слезы поражения. И вот как справляться, когда девочки тут рыдают, плачут, не получилось, или наоборот, вау, классно? Ну, это все опыт. Они прекрасно все это понимают. Они как бы уже в своем юном возрасте, или в любом случае уже взрослые, они это понимают так же самое, как и взрослый человек. Ну, они поплакали, потом все успокоились, потом через полчаса уже все ходит весело и счастливо. А удалось куда-то сходить, посмотреть сам город, я так понимаю, город Скопьи, какие-то достопримечательности, зоопарки, возможно, какие-то каньоны, знаем, там тоже есть? Девочки ходили в зоопарк, а мы были на каньоне. Он был очень красивым, там были горы. Мы побывали в пещере, сказали, что там всегда температура плюс 12 градусов. Мы покатались на лодке. В общем, ничего не впечатлило. Ты так говоришь, как будто бы... Ну, это горы, это... Я, в принципе, на поднесту тоже на лодке каталась. Вообще, как здесь была... Ну, вообще, какие эмоции в поездке? Самой. Хорошие. Хорошие? Ну, знаем, что вы добирались назад с приключениями, но не очень приятными. Там и авария на дороге случилась, и пришлось там несколько часов ждать, там больше семи. Ну, авария не с вашим. Нет, не с вашим, да. Расскажите, вот как вот в таких ситуациях нужно выкручиваться, когда у тебя еще целый автобус детей? Ой, ну, таких ситуаций достаточно немало, они очень часто бывают в поездках, поэтому... Мы вообще планировали поехать на озеро, где там был старый город, но у нас там тоже произошла небольшая проблема. Ребенку стало плохо, она отравилась и не ела около трех дней. Да, мы еще ехали с ребятами из Кишнева. И нужно было как раз делать выбор, либо идем все вместе, и ребенок мучается, либо нужно было ехать домой для того, чтобы побыстрее попасть домой, чтобы ребенка восстановить. Вы решили уже? Решили поехать, да. По итогу у нас получилось так, что мы выехали, и две фуры столкнулись, невозможно было проехать. И мы ждали около семи часов на месте. Но я знаю, что не просто ждали, то есть ребята, ну это же танцоры, они не могут сидеть просто и ждать. Они вышли на дорогу и что начали? Танцевать? Что начали делать, Александр? Они начали танцевать, под музыку, петь, танцевать и... Зазывать людей. Зазывать людей. У вас водители... Заработали сколько динар? 104. 104 динара. А-а-а, зря время не теряли, знаешь? Ничего себе, я представляю, что там проблемы у водителей фуры, они там разбираются, там смотрят люди танцуют, ну вы еще и деньги зарабатывают там. Я тоже хочу, да. На что потратили эти деньги? Чипсы. Вот так вот. Разрешаете во время поездки? Нет, я не разрешаю ни во время поездки, ни на тренировке, нигде. Но они каким-то образом находят эти чипсы, сухари. Я постоянно с ними ругаюсь. Я прям вижу, как ты сидишь в автобусе и услышишь, как ты уже... Значит так. У меня есть готова речь. Да, да, да. Ну что, на самом деле очень здорово. Спасибо большое за то, что в принципе Приднестровье прославляете, рассказываете о том, что где-то там, в Македоне, наши приднестровские танцоры выступают, занимают места и рассказывают о нашей стране. Это очень здорово. Спасибо большое. Ну и ждем теперь чемпионата мира. Спасибо. Спасибо. Спасибо.